Повышаем настроение двойной выгодой. Карта прибыли от банка Уралсип – это высокий процент на остаток, кэшбэк до 3% и бесплатное обслуживание. Уралсип. Перспективы там, где вы. С истории справдивой начну. У меня двое детей. Я недавно их в отбор отправил гулять. Через час выхожу, смотрю, они на яблоне сидят, думаю, блин, кайф, как я в детстве, красавчики вообще. Подхожу поближе, они сидят на яблоне, спрятались в ветках и жрут чипсы, сидят на яблоне. Сидят на витаминах и жрут холестерин просто, спрятались. А чипсы им дал самый крутой мальчик во дворе. А крутой он потому, что у него чипсы есть. Если ребенок выйдет во двор с пакетом редиски, он всю детство будет лох, лошара. Пошел вон отсюда, лошара. Откуда я это знаю? Мне мама все детство давала редиску в пакете с собой. Да, я хочу о проблеме поговорить. Ребята, я пытаюсь своих детей приучить к здоровому питанию, и у меня ничего не получается. Потому что вреднятина побеждает. Весь мир против меня. Родители, у кого такая же проблема? Слушайте, я начал разбираться, я понимаю, почему дети любят вредное. Потому что все вредное красиво выглядит, капец. Все конфеты, вспомните, в красивых оберточках. Шоколадки все в блестящих упаковочках. А полезная свекла выглядит, как башка, которой пакет на голову накинули и душили ее, сука. Полезная еда еще и, кроме того, что некрасивая, она еще и дороже. Вот смотрите, во вкусные точки гамбургер стоит 57 рублей, а морковные палочки стоят 71 рубль. Культурный вопрос. Схрена ли? Тут даже нет целой моркови, вы че? Вредное продается круто, круто продается. Чипсы рекламирует красивая Настя Ивлеева, а творог рекламирует бабка. Кого-то привлекает бабка, кроме Прохора Шаляпина. Он, наверное, там в ванной с творогом сейчас лежит. Никто не продвигает овощи и фрукты, никто. Единственные, кто продвигает овощи и фрукты, это продавцы на рынках. Они лучшие в мире маркетологи. Посмотрите просто, посмотрите. Дыня сладкая, как соседка. Или вот покажите вот это. Большой мощный сексуальный кукуруз. Сразу, да, по-другому смотришь на кукурузу. Или вот, смотрите, фантастика. Бананы зеленые. Сибирские. Просто огурцы подписал. Это идеально, если вам три года. Огурец будешь, не буду, а банан. Слушайте, в том, что дети не едят полезное, виноваты мы, родители, в первую очередь. Я говорю детям, надо есть овощи и фрукты. Они мне ставят видео, где я. Сухарики покупайте! Я загнал себя в ловушку. Я просто трахнул себя черствым хлебом, получается. И невозможно детей отучить от сладкого. Невозможно. Главный враг родителей это Дед Мороз. Потому что он приходит с мешком конфет. Просто огромный кулек конфет. И все знают, что это сахар. А сахар это наркотик. Дед Мороз, он по сути барыга. Он, смотрите, он ярко одет, его никто не может опознать. Первую дозу он приносит бесплатно. И потом дети весь год по квартире ищут эти закладки от Деда Мороза. А как дети ведут себя перед Дедом Морозом? Ну, наркоманы чистые. Дедушка, ну что сделать? Посидеть на коленках? Давай. Кстати, это вы. Наша Таня громко плачет. Ну, дай, дай, пожалуйста. Если бы Дед Мороз приносил овощи со стихом «На новогоднем столе пусто, подарю-ка я вам капусту». Чтобы дети ему кричали «Ф*** я отсюда». Ты переодетый сосед, мы знаем. Дядя Витя пошел вон отсюда. Подарки вспомните эти на Новый год. Просто вот такие вот кульки, там, миллион конфет. И один мандарин там, блин, полезный. Телепается. Он как джигант в библиотеке думает. Блин, что я тут делаю вообще? Это не мое место. Дети практически не едят фрукты. А зачем? Зачем, если их можно курить? Ну, вот эти вот парилки, которые с фруктовыми запахами, их запретили, и подростки их хотят еще больше. Чтобы подростки начали есть овощи и фрукты, надо запретить овощи и фрукты. И тогда мы увидим, как под окном дети в капюшонах роют земли. Вау, закладка с морковью, давай. Конечно. В ночном клубе, представляете, открываешь туалет, а там, ребята, укроп шинкуют. Все ноздри в укропе, блин, зеленые. А кто-то кинзу с укропом смешал и отъехал вообще. В здоровом экстазе, телепается. Так надо. Да невозможно детей приучить к здоровому питанию. Они на нас смотрят, на взрослых. Мы пример, а мы не ведем здоровый образ жизни. Что мы говорим? На ночь есть вредно. Ребята, ложитесь в кроватку и крепко засыпайте, чтобы вы не слышали, как с матерью мы сожрем весь холодильник. Ночной жор есть, правильно, да? Но ночного зожа нет. Нет такого, что ты проснулся, на кухню заходишь, а там жена у холодильника в планке. Если она в планке стоит у холодильника, значит, она уронила тирамису из кафеля. И вот слизывает аккуратно. Не нужен никому этот зож вообще. Уходил Макдональдс, истерика была вся. А-а-а, уходит Макдональдс. Ушел в магазин спортивной одежды Декатлон. Да похрен, вали, давай. Мы не сильно туда ходили вообще. Не хотим быть здоровыми. Полезную еду, даже полезную, жрем до отвала. Вспомните, как мы едим черешню? Мы ее едим не пока нам хватит, а пока она не кончится на планете. Запихиваем ее в себя. Арбуз, как мы жрем. Кто-то ел кусочек арбуза просто? Кусочек, и все, мне хватит, я больше не буду. Каждый ест арбуз до состояния... Е-мое, а-а-а, я не могу дышать. Люба, ой, а не могу дышать, дай арбузы еще мне. Единственная причина перестать жрать арбуз, привезли дыню. Да, я такой же. Вспомните, как мы приходим покупать арбуз вообще, а? Мы приходим на рынок, говорят, небольшой, маленький арбузик, взвесьте, пожалуйста, взвесьте. Сколько там получилось? Две тонны. Давайте. Давайте. Два. И обманываем еще себя. Сейчас куплю овощи, буду полезно питаться. Проблема в том, что овощи мало купить. Их надо еще успеть съесть, вовремя из холодильника достать. Потому что овощи пропадают, они портятся, а вредная еда никогда не портится. У кого-нибудь был такой случай? Черт, сникерс пропал. Не успели съесть сникерс. Никогда. А с огурцами это фигня постоянно. Ты их кладешь в холодильник твердыми, а достаешь, они уже там поплыли, жидкие, сквозь пальцы убегают у тебя, утекают. Ты думаешь, ну что, тогда давайте огурцы сюда, а сникерс сюда понеслась. Мы же морковь не кладем в холодильник, мы ее туда сажаем на пожизненное. А картошка, ты покупаешь молодой картофель, кладешь ее в холодильник, а достаешь оттуда уже бабкин подбородок какой-то. Из нее уже вот эти белые отростки выросли, она уже в холодильнике там держится. Обосновалась там. Тут хорошо, не вынимай меня, блин, тут огурцы капают. Отлично. Что там? И мы вредное хотим всегда... Вот смотрите, мы идем в кино, и надо взять попкорн. Огромное ведро каждому. Да? А я возьму сырный, а ты карамельный и сладкий, и мы будем меняться с тобой. Будем меняться. А кукуруза, она изначально полезная, а мы ее просто взяли, полили маслом и, сука, взорвали. И еще сверху полили карамелью ее. Если по чатку кукурузы рассказать, что мы с ним сделаем, он в афиге будет. Это как Киркорову маленькому сказать, кем он будет через 50 лет. Что он будет взорванный и сладкий. А Киркоров вообще молодец. Жирал, что хотел просто, а потом пошел к хирургу и взял, отрезал пол себя вообще. Взял просто человека и сделал себе новую жопу. Скрутил пробег. И вредная еда проникла даже туда, где ее не должно быть. Я был в больнице, и напротив кабинета гастроэнтеролога стоит аппарат с чипсами и с газировкой. Чтобы можно было дверь открыть и сказать, вот от этой фигни все, смотри. Вот, напротив тебя. Ладно, что я хочу сказать. Ребят, неправильное питание ведет к лишнему весу и к ожирению. Это очень большая, серьезная проблема. Ваша, не моя. Поэтому разбирайтесь как хотите. Двухэтажный гамбургер пойду закажу. Всем пока. 20 ноября на территории ТНТ выпадет максимальное количество снега. Север. И аномальное количество звезд. У вас тут всегда так плотненько по своей теме? Михаил Пореченков, Демис Карибидис, Мария Кравченко, Ивана Хлобыстин, Катерина Шпица, Антон Богданов, Ян Цапник, Елена Воробей и Дмитрий Колчин. Пока все нравится. Только холодно очень. Полярный. Новый сезон. С 20 ноября. В 8 вечера. Премьера на ТНТ.